Здравствуйте! Рад всех приветствовать! Сегодня мы будем делать упражнение для лечения коленей. Я покажу и расскажу про упражнения, которые я делал сам. Когда у меня болели колени очень сильно, я потянул их, они были вот такие огромные, распухли, потом я долгое время не мог ходить нормально, ну и заниматься естественно тоже. И так вот же у нас есть подписчица Оксана, по ее просьбе мы тоже это делаем, потому что у нее у мужа есть проблемы какие-то с коленями. Я не люблю слово проблемы, проблемы это не проблемы, это болезнь. А болезнь мы, раз есть болезнь и есть боль, например, то мы знаем, как этим заняться, как ее вылечить. Потому что пока болит, мы чувствуем это, значит оно живое. А раз оно живое, то оно лечится. Упражнения такие своеобразные, как бы требующие терпения и терпения. И именно в том смысле, что нужно сдерживать себя, все время сдерживать себя. Не спешить, а делать постепенно. И они помогут, я уверен, сто процентов. И многим помогли эти упражнения. Я когда сам заболел, ну была такая болезнь, то я обыскал все на свете и убедился, что это помогает и сто процентов и влечивается. Приступим. Вот такой стульчик должен быть у нас, например. Это такая лавочка. Я бывает сажусь еще на подоконнике, можно мне сесть. Но у кого нет подоконника, вот такая лавочка должна быть обязательно. Видите, да? Вот так мы садимся. Можете поставить две табуретки и положить доски у кого нет. Потому что нога должна свободно висеть вот так. И вот так мы вот садимся. Это место, чтобы не зажималось сухожилие. Вот так, свободно. Совершенно свободно. И вот такое движение у нас. Поэтому я говорю о терпении. Что кажется, нужно нам вот так делать, вот так. Что-то там. Нет. Здесь нужно нам, как будто они тряпочные и висят на нитках. Вот так. Можно положить вот так ручки. Чтобы было удобнее вам. И вот так вы можете делать сколько угодно всегда. Если у вас есть такая болезнь, просто артроз или еще что-то такое. Ну, в частности, артроз. То нужно, чтобы у вас такая мебель была в доме. Это то, что вас вылечит. И вот так сидите. И вот так вот она спокойно вот так вот двигается. Просто само по себе. Очень легкое движение. Легкое движение. Когда к нему еще направлена мысль. Мысль. Вы знаете, что здесь у вас боль. И поэтому мысль ваша здесь. То она, наше тело, направит туда все свои силы внутренние. Туда потечет жидкость, которая надо будет вырабатываться. И вот так вот потихонечку сидите и двигаетесь. Именно поэтому я говорю о терпении, что нужно выдержать. Ну, не спешите, а вот так вот сидеть там. Это можно делать сколько угодно. Это помогает. Вот так раз, раз, раз. Вот так двигайтесь. Это сидячее такое упражнение. И можете делать его хоть полчаса, когда есть свободное время. Я вообще всегда делаю. Видите, видели, дети, когда сидят, они не могут выдержать и начинают сильно махать. Вам сильно махать не надо. Вот так. Можете во дворе пойти на лавочке. Можете во дворе на качелю детскую сесть. И вот так вот делать. Вот так. И второе упражнение у нас лежачее. Лежа вот так же само. Мы ложимся. И делаем такие микродвижения. Вот такой валик, чтобы у нас колени расслабились. Легли. И вот такие вот микродвижения именно коленками. Вот так. Вот так тихонечко, раз. Они очень, казалось бы, ничего вы не делаете. Хочется сделать, хочется вот так постучать, например. Есть такое упражнение в йоге. Но вам нужно делать именно вот так, спокойно. Раз, раз. Вот так вот. Микродвижения вот такие. Вы потом заработаете мышцы, которые надо. Вы научитесь делать медленно и спокойно. Вот так. Раз, раз. Вот такие вот колебательные движения. Расслабленно. Это упражнение, как я уже говорил. Вот такое, вот это, где вы на расслаблении. Вот такое. Просто двигаетесь и все. Можно эти делать бесконечно, как говорится. Сколько угодно. Они не повредят точно. Но помощи принесут. Вот так. Раз, раз, раз. Двигаемся, двигаемся. Не быстро. Вы найдете свой ритм. Главное, чтобы это было спокойненько. И потом следующее, это если коленки. А если тазобедренный сустав, мы вот так раз кладем сюда. Ложимся. Вот этот валик, он видите, у меня мягкий. Вот такой мягкий и вам должен быть. Он не твердый. Именно мягкий, чтобы он провалился, но упругенский такой был. У меня, видите, покрывало такое. Я сворачиваю. Любую высоту сделайте, какая вам удобно. Легли вот так. Именно вот на это место. Там, где сухожилия. Легли. И вот так вот раз. Те же самые микродвижения вот такие. Вы почувствуете это. И вот так делаете. Надеюсь, у вас есть время полежать. Выберите такое время спокойное. И делаете периодически, ну, постоянно как бы. Буквально вот сантиметр туда-сюда, не больше. Вот так вот чуть-чуть, раз-раз. Не восточные танцы. А именно вот так чуть-чуть. Вот так и движетесь. И как я уже говорил, вот эти упражнения, которые на ослабление, вы можете делать. Любое количество времени, они не повредят и только принесут пользу. Надо себя сдерживать. Сдерживать именно вот такие микродвижения, когда вот так делают. Шеи, например, лечат. Видите, вот остеохондрот, когда в шее вот так. Вот эти движения, вот такие. Видите, ну, или вот так. Именно вот это дает микродвижения, которые дают, как насос действует. Они притягивают жидкость, синагинальную жидкость. Вот так. Вот так. Поняли, да? Именно вот такие микродвижения для коленей, для суставов. И оно вам очень хорошо поможет. Это на расслабление. И для того, чтобы наши связки заполнились жидкостью. Суставы. Вот так. А потом мы поделаем немножко силовые уже, и более такие упражнения. Но сейчас я покажу вам еще такая хорошая вещь. Как вот такое упражнение, например. Вы сидите на стульчике. На стульчике. Коленки желательно, чтобы были не в шортах. Будьте. Это я уже так оделся для съемки. Вот так сидите. Ровненькая нога у вас. И вот так вот. Вот так постукиваем. Постукиваем. Именно не коленочка, а вот здесь вот, где эти сухожилия вверху. В это место. Вот здесь вот. Именно. И вот так вот раз. Даже сидите днем, чтобы вы не делали телевизор, смотрите. И вот так вот постучали. Легенькое такое постукивание. Это достаточная вибрация, чтобы здесь тык-тык-тык двигалось. И вы почувствуете, что там будет какое-то движение. Это движение приятное. И вот так вот раз-раз постукали. Не надо там стучать. А так раз-раз. И для рук хорошо. И для колена. И потом вот такое еще. Когда вы окрепнете чуть-чуть, а может вы уже можете, стоя так же. Вот так вот вы стоите. Стоите. Согнули коленочки. Согнули. У вас ровная спинка. Вот так вы стоите. И вот так. Вот такой стук. Старайтесь, чтобы, посмотрите, чтобы никуда она не кривилась. Ровненько, ровненько. Стали. Полная ступня. И вот так вот. Чтобы не было напряжения лишнего. Вот так. Если вы можете позволить себе. Вот так можете. Но так недолго. Это недолго. Там буквально как вы себя чувствуете. Раз в 30 стукнули. Вот так. И хватит. А потом вы посмотрите. Вы можете минуту засечь себе поделать. Полторы, две. Потом. А сейчас вот так попробуйте просто его. Эта вибрация, она, кстати, очень хороша. Я уже показывал. Она идет отсюда. Идет в бедра. И передается аж до макушки головы. Если честно. Вот так. Вот это вот по ступени. Но не стучать сильно. Вот так вот. Расслабленными руками. Просто вот так. Раз. Ручка здесь сухожилия. Здесь пальцы. Сухожилия. Здесь пальцы. Вот так. Раз. Надеюсь, у вас ручки длины хватает. И сразу стало легче. А если была травма какая-то легкая. Если вы встали. И у вас просто вот утром встали. И уже болит что-то. Непонятно почему. Если у вас нет даже какой-то болезни на колене. То вот так поделали. Вот так. Раз. Раз. Буквально 30 секунд. Перерывались. Еще 30 секунд. Вот так поделали. И все. Я уверен. Если никакой серьезной болезни нет. То это боль уйдет. И вот так еще. Вот такое простуквание. Вот так мы стучим. Прямо вот так. Можно взять такую шерстяную штучку. Если у вас есть шарфик или еще что-нибудь. Это еще хорошо. Шарфик допустим. Шерстяной именно. И через него вот так делать. Вы услышите сразу же как тепло пойдет. И здесь тогда можно уже вот так. Не бить с одной стороны. А вот так. Если и с двух сторон. То вместе вот так. Чтобы не перебивать вот туда. Вот так. Но основной удар вот такой у нас. Раз, раз. Вот так постукать. Переклали. Переложили. И так. Достаточно так. Так как через шарфик вы уже почувствуете. Раз. Постучите вот так. А здесь вот так. Еще можно простукивать так же. Берут носок. В носок насыпают фасоль, например. И фасолью вот так. Тоже стучат. Можно и так тоже сделать. Ну, я так пробовал. Мне, например, нравится больше рукой. Я чувствую руку. И чувствую коленочку свою. И вот так. Вот так я и делал. И советую вам. И это обязательно поможет. Сейчас мы прервемся. И я покажу еще упражнение. Как бы более к тому, чтобы. Для того, чтобы все заработало. Нужно все-таки немножко подкачать мышцы. Подкачать, чтобы они работали. И сейчас мы будем делать упражнения. Сейчас я буду делать. А вы попозже посмотрите. Упражнения, которые будут как бы силовые немножко. А пока вы освоите эти. Будьте здоровы. Наберитесь терпения. Всего доброго.